Приветствую вас на канале StarLifeTV. В этом видео я расскажу о посланиях человечеству и планах иллюминатов в мультфильме «Я домашний козел 2». Перед началом видео напоминаю о возможности заказать платный разбор интересующего вас клипа, фильма или другого контента. Все подробности в закрепленном комментарии под этим роликом. Первую часть разбора мультфильма «Я домашний козел 2» вы можете посмотреть по ссылке в описании к этому видео. Здание школы, в котором устраивали представления Буш и Обама, показывается издалека. Прямо за ним можно увидеть лондонский Биг Бен, что свидетельствует о связи Великобритании и США. Стрелки часов указывают на 12, намекая на обнуление мира и начало тотальной перезагрузки. Тут же перед камерой пролетает порванный американский флаг. При этом на куске можно увидеть всего одну звезду. С учетом того, что звезды на флаге обозначают Штаты, данные образы могут указывать на то, что в скором времени один из них отделится, в результате чего пошатнется целостность государства. Воткнутый в землю флаг Америки вызывает ассоциации с фотографией, якобы сделанной на Луне в 1969 году. Тот факт, что прилегающая территория обнесена колючей проволокой, указывает на то, что Луна может использоваться представителями элит, как секретная база, и именно с нее происходит управление человечеством. Далее в мультфильме в кадре появляются две башни. Они горят и разрушаются, что дает прямую отсылку к событиям сентября 2001 года. Именно с них на Земле началось становление нового мирового порядка. На следующих секундах мультфильма появляется странный персонаж в маске с пером индейца. Он делает оборот вокруг себя, после чего прыгает вниз со скалы. Позже станет понятно, что это богиня разрушения Кали, которая исполняет свой ритуальный танец. Она меняет свои маски, что подчеркивает ее многоликость. Далее картинка снова резко меняется. В тумане показывается лодка проводника умерших в загробный мир Анубиса. В ней кто-то плывет, но пока мы не видим его лица. Следом в кадре появляется Усама Бен Ладен. Именно он взял на себя ответственность за события сентября 2001 года в Америке. Черные крылья за спиной указывают на то, что основателя Аль-Каиды ассоциируют с Люцифером, то есть выставляют как источник вселенского зла. Однако солдаты в виде пирамид на заднем плане говорят о том, что этот человек был такой же марионеткой в большой игре, как Буш и Обама. Бен Ладен находился под покровительством масонов и выполнял их прямые указания. Об этом свидетельствует и эмблема ЦРУ на его груди. Красный месяц над головой лидера Аль-Каиды, с одной стороны, указывает на попытку элит настроить общество против мусульманского мира. С другой стороны, он является предвестником наступления апокалипсиса. Далее в мультфильме показывается, что вся мировая экономика завязана на добыче нефти, из-за которой происходят войны и противостояние между людьми. По факту же наша планета в изобилии располагает этим природным ресурсом, а ценность его намеренно завышена. На следующих секундах видео в кадре появляется статуя свободы. Сама по себе она дает отсылку к богине магии колдовства Гекати, являющейся покровительницей преисподней и всего таинственного. Под статуей проявляется шестиконечная звезда, недвусмысленно указывающая на то, что Америкой на самом деле управляют представители известной национальности. Тут же у статуи свободы отваливается факел. Так как он символизирует просвещение, данное действие означает тот факт, что человечество его никогда не достигнет. Следующая часть видео посвящена месту человека в нашем мире. Мы видим эмбриона, плодную оболочку которого опутывает черный змей. Его хвост подключен к экрану, с которого за зародышем наблюдает глаз рептилии. Змея символизирует самого дьявола-искусителя, а потому данная сцена показывает, что люди находятся в рабстве темных сил. Еще до рождения человек становится энергетической пищей для демонических существ, которые управляют нашим сознанием, подбрасывая в него свои мысли и заглушая голос души. Именно поэтому человек не может остановить внутренний диалог и с трудом контролирует свои мысли. В нижней части экрана можно заметить буквы АБЧАС, что является частью фразы Орда АБЧАУ, в переводе означающей «к порядку из ХАСа». Ее часто используют как лозунг масонства. Это, в свою очередь, показывает связь тайных обществ с рептильными сущностями, управляющими нашим миром. Далее в мультфильме мы видим статуэтку Анубиса, украшающую носовую часть лодки. Половина ее находится в тени, что подчеркивает символизм всевидящего ока. Следом впервые показывается человек, находящийся в лодке. Камера делает акцент на его пылающем сердце, которое нарисовано на груди. Согласно пророчествам, антихрист явится исполненным любви, а потому обольстит большую часть человечества. Это один из первых намеков на то, что в лодке находится именно он. Следом крупным планам показывается лицо плывущего в лодке. Глаза его закрыты, а на лбу изображен третий глаз. Он символизирует восприятие за пределами обычного зрения и в то же время дает отсылку к главному масонскому символу – всевидящему оку. Сверху можно увидеть лучезарную дельту и некое подобие тернового венка, который в данном случае больше напоминает колючую проволоку. Камера проникает внутрь третьего глаза, после чего в кадре появляется персонаж, проецируемый с помощью телевизионного экрана. Акцент делается на его ошейнике с изображением перевернутой пирамиды с однодолларовой купюры. Она символизирует падение мира. Рептильная кожа и огромные клыки дают понять, что персонаж не относится к человеческой расе, а разные глаза подчеркивают символизм всевидящего ока. С помощью черного провода экран подключен к голове человека, который без сил лежит на земле. Рядом разбросаны таблетки и шприцы, данные кадры символично показывают, что темные сущности тянут энергию с людей и лишают их осознанности с помощью фармакологии и средств массовой информации. Телевизор буквально вливает человеку в голову нужные установки, превращая его в безвольного овоща. Когда глаза лежащего на земле человека покажут крупным планом, в них можно будет увидеть бегущие строки с биржевыми индексами, а также фразой «Markets Plunge War Coverage», что в переводе означает «обвал рынков», «прикрытие для войны». Все это символично показывает, что главным инструментом управления людьми являются деньги. Занимаясь своим финансовым благополучием, человек забывает о душе, питая энергией теневых кукловодов. На следующих секундах мультфильма мы видим летящие самолеты, напоминающие главный масонский символ, циркуль и наугольник. Они разрушают мечеть Алякса, что по преданиям должно указывать на скорый приход Антихриста. От мечети в разные стороны разлетаются летучие мыши, являющиеся символом смерти и возрождения. В контексте 2020 года они также стали символом начала пандемии. Далее в мультфильме показывается еще один намек на то, что в лодке находился именно Антихрист. Белый мотылек, символизирующий бессмертие человеческой души, садится к нему на палец и тут же сгорает. То есть Антихрист сделает все для того, чтобы уничтожить человеческие души. Далее в мультфильме показывается женщина в черном, которая оплакивает своего сына, завернутого в бинты. Данные образы дают отсылку к скульптуре под названием Пьета, представляющую собой скорбящую Деву Марию, держащую на руках Иисуса Христа. Наряд женщины указывает на ее принадлежность к мусульманскому миру, а красный нимб над ее головой говорит о большом количестве жертв. На заднем плане видна вспышка ядерного взрыва. Все это может намекать на нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке, которая может обернуться самыми печальными последствиями. На следующих секундах мультфильма лицо мальчика показывается крупным планом. Один его глаз подчеркнут, а по лицу ползет скоробей, являющийся символом смерти и возрождения. Все это в очередной раз указывает на грядущую трагедию для мусульманского мира. Следующие кадры мультфильма напрямую намекают на то, что дети из стран третьего мира используются представителями элит в своих грязных целях. Полуголый мужчина с изображением на плече символа общества череп и кости развязывает ленту на белье африканской девочки. В руках у нее автомат, но она не может противостоять обидчику, лишь двигаясь как робот. Далее мы видим, как лотос, символизирующий осознанность, плывет по ручью из зеленой жижи и тонет в ней. Вместе с ним на дно уходит и мужчина с серпом и молотом в руках, что символично показывает полное уничтожение коммунистической идеологии. На следующих секундах мультфильма мы видим девушку, которая размахивает белым флагом перед движущимися к ней танками. Этот момент дает отсылку к событиям на площади Тиньяньмэнь 5 июня 1989 года, когда мужчина в одиночку сдерживал колонну из бронетехники. Тот факт, что на танках изображен один глаз – символ всевидящего ока, указывает на то, что все войны развязываются масонами. В мультфильме на спине у девушки изображен тигр, являющийся одним из символов Китая. Кроме того, сама площадь подсвечивается в виде значка Иньян, означающего единство противоположностей. Этот символ также дает прямую отсылку к Китаю. На щеке у девушки можно заметить перечеркнутый знак радиации. Вскоре к ней подходит скелет, которого автор мультфильма назвал Скал Дагари, что в переводе означает «надувательство» или «обман». Он напоминает персонажа Дня мертвых, ежегодно празднуемого в Мексике. Фейерверки за спиной скелета символично указывают на огромное количество человеческих жертв, то есть на настоящий праздник смерти. Скелет касается девушки, после чего она виновата опускает глаза. С учетом отсылок к Китаю, данная сцена может говорить о том, что эта страна попытается остановить ядерную войну, но все эти действия будут лишь частью глобального плана элит. На следующих кадрах мультфильма человек, плывущий в лодке, впервые показывается полностью. Он представлен в образе Иисуса Христа, а потому многие зрители ошибочно полагают, что это действительно он. На самом же деле в мультфильме представлен именно Антихрист. Так, буквально через пару секунд, он выдыхает из себя пламя, а затем показывается внутри пещеры с черным нимбом на голове. Сама пещера напоминает человеческое горло, символизирующее врата в ад. О дьявольской природе свидетельствует и лодка Анубиса. Что интересно, энергии персонаж в лодке наделяется после того, как человек с подключенным к голове экраном получает максимальную порцию негатива. Тут же в мультфильме показывается индуистская богиня разрушения Кали, гнев которой настолько ужасен, что грозит существованию мира. На следующих кадрах идет очередное подтверждение того, что в лодке находится именно Антихрист. Со дна всплывает рыба и запрыгивает в лодку. Так как рыба не может жить без воды, данное действие приведет к ее погибели. Все это, в свою очередь, символично показывает, что люди кинутся к ногам лжемессии, принимая его за спасителя, а на самом деле окажутся в ловушке. Следующие секунды ролика дают отсылку к образу вавилонской блудницы. На башне, в которой она заточена, можно увидеть изображение сердца, что говорит о подмене понятия любви похотью в современном мире. Крест же вызывает ассоциации с церковью. Увидев яркий свет, старуха начинает пятиться назад, после чего на ее белье появляется красное пятно и тут же исчезает. Это указывает на ложную невинность, а значит, противопоставляется непорочному зачатию Иисуса Христа. В целом старуха олицетворяет собой ложную церковь, из которой выйдет Антихрист. Далее в мультфильме персонаж в лодке выплывает из пещеры, по форме напоминающей человеческую ДНК. Этот момент может символично говорить о планах элит изменить природу человека. Следом идет прямой намек на ядерный взрыв. Взмыв над выстроившимися в ровные ряды мужчинами Антихрист раскидывает их взрывной волной. При этом люди представляли собой подобие призраков, что может указывать на постановочный характер данного действия. На следующих секундах мультфильма человек с подключенными к голове проводами наконец-то освобождается. Экран с рептилией отползает в сторону, а персонаж движется на пути к свободе, вот только в итоге она окажется ложной. Далее в мультфильме одноглазый мальчик, лежавший на коленях у женщины в черной паранже, начинает взмывать к полной луне. Луна дает отсылку к одноименному культу поклонения дьяволу. При этом на мальчике надета танура, являющаяся элементом одноименного суфийского танца. В древности его танцевали посвященные дервиши для введения в состояние транса. Мальчик взмывает над разрушенной мечетью, что символизирует собой обновленную версию ислама, поверженного перед приходом Антихриста. Подобным образом в мультфильме показывается формирование единой мировой религии. На следующих секундах крупным планом показывается голова дьявола. Она расположена над входом в пещеру, из которой выплывает лодка с Антихристом. Данный факт еще раз подчеркивает, кем именно является этот персонаж. В этот момент Антихрист открывает свои глаза, осознав свою сущность и предназначение в этом мире. В глазах его отражается адское пламя. Тут же за спиной лжемессии начинает разрушаться собор. По одной из версий, это могло давать отсылку к пожару в соборе Парижской Богоматери, произошедшему в 2019 году. С другой стороны, данный момент символично показывает уничтожение христианства. Что интересно, в этот же момент с головы персонажа исчезает терновый венок, являющийся символом жертвенности Иисуса Христа. На последних секундах ролика лодка с Антихристом движется в направлении восходящего солнца. В этот момент начинают разрушаться пирамиды. С одной стороны, это может указывать на соответствующие события в Египте, которые станут предвестниками начала апокалипсиса. С другой стороны, разрушение пирамид может означать полное крушение Старого Мира. Что интересно, над пирамидами можно заметить облако в форме Скорпиона. Скорпион является символом смерти и саморазрушения, что в свою очередь указывает на последствия, которым приведет мир приход Антихриста. Таким образом, мультфильм «Я домашний козел 2» под видом борьбы за просветление человечества иллюстрирует сценарий апокалипсиса. К сожалению, многие зрители воспринимают данное творение в положительном ключе, а потому дают свое одобрение на реализацию заявленных планов. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки!